Высота больше 4 километров. 19 девушек на борту. Цель – составить фигуру в воздухе. Спортсменки опытные, но в этом составе практически не прыгали вместе. Буквально за сегодняшний день мы должны стать командой, спрыгаться все вместе в той конфигурации, которая у нас есть. И чем мы быстрее это сделаем, тем быстрее у нас получится рекорд. У всех были тренировки на других дроп-зонах, в других составах, тренировки в аэродинамических тоннелях. Но волнение в воздухе все же никуда не деть. Мы только начали прыгать и надеемся, что весь день продолжим прыжки. Как ощущения после формации? Первые ли это для вас в формации? Нет, конечно. Мы уже тренировались до этого очень много раз. У нас были сборы. Поэтому это как рабочие моменты уже. Нет такого ощущения, что это вау, что это вкрывые. Мы делали это много раз. Основной прием – это постоянный повтор основных установок, сокращение их до минимума. Для того, чтобы человек в состоянии стресса во время прыжка мог их вспомнить, взять себя в руки и сделать поставленную задачу. Тренировочные попытки, а дальше разбор полетов. Я сейчас пытался что-то тренироваться за высокие. Это не заход. Учитывать приходится многое. Иногда принимать мгновенные решения, ориентируясь на ветер и поведение других членов команды. Не случайно парашютный спорт считается спортом для умных людей. Это был у нас второй тренировочный прыжок. Мне все понравилось. Единственное, мне, к примеру, было сложно провалиться под базу и догнать ее по высоте. Поэтому надо загрузиться. Пользуясь случаем, я бы хотела передать привет своим любимым родителям, которые, несмотря на всю опасность данной дисциплины, меня отпускают, меня верят и меня поддерживают. Каждая новая попытка осуществляется с учетом ошибок. За каждой внимательно следят члены жюри. Легендарная Зинаида Курицына, за спиной которой больше 7 тысяч прыжков, 20 мировых рекордов и даже случай, когда парашют не раскрылся во время прыжка. У вас на счету много прыжков и хватает в ноли, даже были неординарные случаи. Как действует, допустим, если попали в неординарную ситуацию? Надо к ним быть готовым на земле в первую очередь. Когда прорабатываешь все ситуации, в воздухе срабатывает автоматически. Для девушек этот этап соревнований не просто новое достижение, но и возможность получить спортивный разряд, звание, а для кого-то принять участие в большой формации в августе. Сегодня даже погода. Улыбнулось нам яркое солнце, голубое небо. Впервые на территории Рязанской области в формате нашего аэродрома проводятся мероприятия такого масштаба. Это чемпионат Центрального федерального округа. И примечательно, что это не просто закрытое локальное какое-то мероприятие, а мероприятие, которое включено в план проведения спортивных мероприятий, утвержденным спортом Российской Федерации. Крутиться давно стали любимым пространством для многих парашютистов страны. Теперь дробзона открыла новую страницу в истории. Сможет завоевать популярность у наших рязанцев, так как он очень зрелищный. И при правильной организации, при правильной подаче всего того, что происходит в небе, все, что делают эти хрупкие девчонки, я думаю, что это будет одним из популярных и зрелищных видов спорта на территории Рязанской области. Особенно приятно, что инфраструктура, которая сегодня создана именно для занятий парашютным спортом в Шиловском районе Рязанской области, соответствует всем стандартам мировым в данном виде спорта. Традиции парашютного спорта в Рязани сильны. Со времен Советского Союза всегда существовала команда, которая могла заявить о себе на соревнованиях мирового уровня. Групповая акробатика в воздухе и большие формации – это новая страница в истории спорта нашего региона. И открылась она установленным рекордом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова